Областные аграрии планируют приобрести новую технику, чтобы повысить урожайность. Ход уборочной кампании в Кошкинском районе оценил губернатор. Прямо с поля Николай Меркушкин отправился в само село Кошки и удивился местному образовательному центру, больше похожему на производственный цех. Итоги визита главы региона на север области в обзоре Ольги Павловской. Сюрприз, говорит Николай Меркушкин, причем не самый приятный. На встрече с аграриями глава региона сразу обращает внимание на технику. Комбайн «Вектор» подходит для малых фермерских хозяйств, но никак не для таких масштабов. Урожайность 50 сантиметров с гектара. Это цифра, к которой губернатор призывал в своем декабрьском послании стремиться. Но можно было и улучшить результат. Это дело техники. Комбайны «Акрос» и «Дон» стоят на 20% дороже, но и окупаются быстро. Показатели были бы как минимум на 5 сантиметров выше. «Вектор» по какому цене покупали? Около 3,5. 4,250 было. Сколько? 4,250. «Дон» в это время сколько стоил? «Дон» не знаю. Два «Вектора» купили по 4,250. «Дон» стоил 5,5-300 в это время. Но «Дон» на миллион. Но его же не сравнили. Ну, полегче идут вопросы. Совет учтут, говорят, аграрии уже в следующем сезоне закупят новую технику. Николай Меркушкин интересуется уровнем зарплат компайнеров. Здесь, можно сказать, гонорарная система. Кто как поработает. В среднем полторы тысячи в день. Но есть и передовики производства. Получает по 4 тысячи. На встрече главе региона представляют два инвестпроекта. Зерноочистительный и сушильный комплекс с финальной подготовкой семян ведут в эксплуатацию уже в этом году. Стоимость 55 миллионов рублей. Он первый в районе. Планируется создание и животноводческого комплекса. Далее губернатор отправляется на стройку. Эти здания, пожалуй, самые долгожданные в селе Кошки. От идеи до воплощения прошло 30 лет. Образовательный центр на 1175 мест. Учеников примет уже в следующем году. Но по проекту много вопросов. Первая стоимость 900 миллионов рублей. Что, по мнению губернатора, слишком большая цифра. Да и сам проект, цитата, настолько оригинальный, что похож больше на производственный цех или офисный центр. Нужно внести коррективы. Делал архитектор. Он долго работал в Лондоне, в Англии. Ему поручили ДВИ. Вот ему это, так сказать, со влиянием. Я сразу вам хочу сказать. Вы здесь на тепло будете тратить денег в два раза больше, чем тратить будут другие учебные заведения. Вот там, посмотрите, сколько у вас стекла. Причем стекла. Причем стекла, не все стекло работающее. На крыше делать в наших условиях окна, это только в исключительных, когда не хватает места, когда надо мансарду обустраивать. Мансарду обустраивать и так далее. Невольно подпускали к проекту. Впечатлениями от увиденного губернатор делится с местными жителями. Они ждали главу региона рядом с памятником кавалеру орденов Красного Знамени, Федору Ведяеву. В прошлом году глава региона оказал поддержку в создании мемориала героя-подводнику. Разговор длится около получаса. Люди благодарят губернатора за уже сделанное и рассказывают о наболевшем. У меня вот такой дом, с которого дома начались кошки когда-то. Район. Вот мама прожила сто лет и полтора месяца. Вот. Отец был участник трех войн. У меня дом сейчас, углы дуют насквозь. Сколько примерно стоит ваш ремонт? Нет, я дала документы. Там, знаете, дом не подлежит ремонту, даже жилью. Возьмите на контроль, посмотрим, чем можно помочь, посмотрим. А это уже встреча с активом района. 84 человека. Руководители предприятия, общественных организаций. Говорят о выделении жилья ветеранам. Великой Отечественной войны, об открытии дома молодежных организаций, о благоустройстве. Ну, про райцентру в целом я смотрю там, посмотрел и у вас аллейки, все тут сделано. И, судя по всему, это делалось еще давно. Наверное, в советское время, да? Вот это было, этот замысел. Вот. Вот, но хотелось, чтобы фасады были посовременнее. И я это во многих местах замечаю просто, ну, бросается в глаза, что пока нет стремления все, что делается, делать красиво. Ну, просто качественно, да? А делать еще и красиво, чтобы радовало глаз, чтобы этим как-то гордиться. Губернатор заверил местных жителей, поддерживать село будут и впредь. Пока регион на последнем месте по развитию сельского хозяйства в Приворском федеральном округе. Но положительные тенденции уже есть. Открываются новые производства, аграрии внедряют в современные технологии. Стать конкурентоспособными и работать в том числе на экспорт нужно в кратчайшие сроки. Ольга Павловская, Александр Каракулько. Новости губернии. Кошкинский район.